Часть вторая. Окончание журнала Печорина. Княжна Мэри. 11 мая. Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешин смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мной пестрее чистенький новенький городок. Шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа. А там дальше амфитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее. А на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух свеж и чист, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синё. Чего бы кажется больше. Зачем тут страсти, желания, сожаления? Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся в гору. То были большую частью семейства степных помещиков. Об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей. Видно, у них вся водяная молодежь была на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством. Петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение. Но, скоро узнав армейские палеты, они с негодованием отвернулись. Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод, были благосклоннее. У них есть лорнеты. Они менее обращают внимание на мундир. Они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце, а под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы и долго милы. Всякий год их обожатели сменяются новыми. И в этом-то может быть секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют, однако не воду. Гуляют мало, волочатся только мимоходом. Они играют и жалуются на скуку. Они франты. Опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы. Штатские носят светло-голубые галстуки. Военные выпускают из-за воротника брыжа. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных. Куда их не пускают. Наконец, вот и колодец. На площадке близ него построен домик с красной кровлей над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные и грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Под виноградными аллеями, покрывающими скат машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем. Потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На круглой скале, где построен павильон, называемый Иоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус. Между ними были два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислоняясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос. «Печорин, давно ли здесь?» Оборачиваюсь. «Грушницкий». Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий юнкер. Он только год в службе. Носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос. Ему на вид можно дать лет 25, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он вычурно и скоро. Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект их наслаждения. Они нравятся романтическим провинциалкам он не отвечает на ваше возражение, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи. Он довольно остер. Эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы. Он никого не убьет одним словом. Он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его давно понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом. Я его видел в деле. Он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость. Я его тоже не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге и одному из нас не сдобровать. Приезд его на Кавказ также следствие его романтического фанатизма. Я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседки, что он едет не так просто служить, но что ищет смерти, потому что... Тут он верно закрыл глаза рукой и продолжал так. Нет, вы или ты этого не должны знать. Ваша чистая душа содрогнется, да и к чему, что я для вас, поймете ли вы меня? И так далее. Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в полк, останется вечной тайной между им и небесами. Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами. Тут-то он, я думаю, старается. Мы встретились с старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. «Мы ведем жизнь довольно прозаическую», сказал он, вздохнув. «Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино по вечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, но только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью, но я с ними не знаком. Моя солдатская шинель как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня. В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса, ничего лишнего. На второй было закрытое платье серо-жемчужного цвета, легкая шелковая косынка велась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки красно-бурого цвета стягивали у щиколотки ее худощавую ножку так мило, что даже непосвященный в таинство красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины. «Вот княгиня Леговская», сказал Грушницкий, «и с нею дочь ее Мэри, как она ее называет на английский манер, они здесь только три дня». «Однако ты уже знаешь ее имя». «Да, я случайно слышал», отвечал он, покраснев. «Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких, и какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью». «Бедная шинель», сказал я, усмехаясь, «а кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?» «О, это он игрок, это видно тотчас по огромной золотой цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость точно у Робинзона Крузоа? Да и борода, кстати, и прическа по-мужицки». «Ты озлоблен против всего человеческого?» «И есть за что». «О, право». В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски «Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом». Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил. «Эта княжна Мэри прихорошенькая», сказал я ему, «у нее такие бархатные глаза, именно бархатные, я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска, они так мягки, они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только есть хорошенького, а что у нее зубы белы, это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу». «Ты говоришь об хорошенькой женщине, как об английской лошади», сказал Грушницкий с негодованием. «Мой милый», отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, «Я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой». Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них виноградником. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился укрытой галереи, чтобы вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке вкрытой галереи, и оба были заняты, кажется серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уже последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца, больше на площадке никого не было. Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять. Больная нога ему мешала. Бедняжка, как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание. Княжна Мэри видела все это лучше меня. Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала его стелодвижением, исполненным невыразимой прелести. Потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара. Но вот ее шляпка мелькнула через улицу, она взбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска, за нее прошла княгиня и у ворот раскланивалась с Раевичем. Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие. — Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку. — Это просто ангел. — Отчего? — спросил я с видом чистейшего простодушия. — Разве ты не видал? — Нет, видал. Она подняла твой стакан. Если был тут сторож, то он сделал бы то же самое и еще стакан. — Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу. — И ты не был нисколько тронут, глядя на ее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее? — Нет. — Я лгал, но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело зависть, потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание, и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете, и привыкший баловать свое самолюбие, который бы не был этим поражен неприятно. Молча с Грушницким спустились мы с горы и пошли по бульвару вдоль окон дома, где скрывалась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как в самом деле смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну? 13 мая. Нынче поутру зашел ко мне доктор, его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец. Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт. И не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизни свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер из-под тишка насмехался над своими больными, но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шага. Он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык. Под вывескую его эпиграммы ни один добряк прослыл пошлым дураком. Его соперники, завистливые военные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных. Больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит. Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия, и не променяли бы их безобразие на красоту самых свежих и розовых эндимонов. Надо бно отдать справедливость женщинам. Они имеют инстинкт красоты душевной. Оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин. Вернер был мал ростом и худ, и слаб, как ребенок. Одна нога была у него короче другой, как у Байрона. В сравнении с туловищем голова его казалась огромна. Он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность. Его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем. Он показывал, будто сердится на это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается. Рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать. Да при том у меня есть лакеи и деньги. Вот как мы сделали с приятелями. Я встретил Вернера среди многочисленного и шумного круга молодежи. Разговор принял под конец вечера философское метафизическое направление. Толковали об убеждениях. Каждый был убежден в разных разностях. Что до меня касается, то я убежден только в одном, сказал доктор. В чем это? Спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал. В том, отвечал он, что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру. Я богаче вас, сказал я. У меня кроме этого есть еще убеждения. Именно то, что я в один пригадкий вечер имел несчастье родиться. Все нашли, что мы говорим вздор, а право из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Часто мы сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда посмотрев делали римские овгуры, по словам Цицерона. Мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером. Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и положив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресло, поставив трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, и мы оба замолчали. Заметьте, любезный доктор, сказал я, что без дураков было бы на свете очень скучно. Посмотрите, вот нас двое умных людей. Мы заранее знаем, что обо всем можно спорить до бесконечности и потому не спорим. Мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга. Одно слово, для нас целая история. Видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешно и грустно. А вообще по правде мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мысли между нами не может быть. Мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость. Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул. Он отвечал подумавши. В вашей Галиматье, однако же, есть идея. Две, отвечал я. Скажите мне одну, я вам скажу другую. Хорошо, начинайте, сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь. Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали. Доктор, решительно нам нельзя разговаривать, мы читаем в душе друг у друга. Теперь другая. Другая идея вот. Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь. Во-первых, потому что слушать менее утомительно. Во-вторых, нельзя проговориться. В-третьих, можно узнать чужую тайну. В-четвертых, потому что лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу. Что вам сказала княгиня Леговская обо мне? Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна? Совершенно убежден. Почему? Потому что княжна спрашивала об Грушницком. У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль. Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении? Разумеется. Завязка есть, закричал я в восхищении. Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно. Я предчувствую, сказал доктор, что бедный Грушницкий будет вашей жертвой. Дальше, доктор. Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что верно она вас встречала в Петербурге где-нибудь в свете. Я сказал ваше имя. Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума. Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания. Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе. Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор. Достойный друг, сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжил. Если хотите, я вас представлю. Помилуйте, сказал я, всплеснув руками, разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою возлюбленную. И вы в самом деле хотите волочиться за княжной? Напротив, совсем напротив. Доктор, наконец я торжествую, вы меня не понимаете. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, продолжал я после минуты молчания. Я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтобы их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. «Во-первых, княгиня, женщина 45 лет», отвечал Вернер. «У ней прекрасный желудок, но кровь испорчена, на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело? Я хотел ей ответить, чтобы она была спокойна, что я никому этого не скажу. Княгиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего. Я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня кажется не привыкла повелевать. Она питает уважение к уму и знанием дочке, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру. В Москве видно, барышни пустились в ученость и хорошо делают право. Наши мужчины так нелюбезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей. Княжна смотрит на них с некоторым презрением. Московская привычка. Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками. А вы были в Москве, доктор? Да, я имел там некоторую практику. Продолжайте. Да, я, кажется, все сказал. Да, вот еще. Княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее. Она была одну зиму в Петербурге и он ей не понравился. Особенно общество. Ее верно холодно приняли. Вы никого у них не видали сегодня? Напротив. Был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по-муже, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встретили ли вы ее у колодца? Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка. Ее лицо меня поразило своей выразительностью. Родинка? пробормотал я сквозь зубы. Неужели? Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце, она вам знакома. Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного. Теперь ваша очередь торжествовать, сказал я. Только я на вас надеюсь, вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил старину. Не говорите ей обо мне ни слова. Если она спросит, отнеситесь обо мне дурно. Пожалуй, сказал Вернер, пожав плечами. Когда он ушел, ужасная грусть теснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит, и как мы встретимся, и потом она ли это? Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшая приобретала бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан, ничего не забываю, ничего. После обеда часов шесть я пошел на бульвар. Там была толпа. Княгиня с княжною сидели на скамье, окруженной молодежью, которая любезничала на перерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых офицеров и начал им что-то рассказывать. Видно они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну. Мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал. Мои анекдоты были умны до глупости. Мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злые до неистовства. Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна сопровождаемая каким-то хромым старичком. Несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие. Что он вам рассказывал, спросила она у одного из молодых людей, возвратившись к ней из вежливости. Верно, очень занимательную историю. Свои подвиги в сражениях? Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. Ага, подумал я, вы не на шутку сердитесь, милая княжна, погодите, то ли еще будет. Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз. Боюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтобы его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.